Кто-нибудь из астрологов предсказывал, что будет пандемия коронавируса? Да, да. Вот индийский мальчик, один астролог, такой вундеркинд, он предсказал в 2019 году, в августе, да, что будет такая ситуация. Он даже рассказал, что начнется все в Китае, потом Америка очень сильно пострадает. Ну, даже какие-то тенденции рассказал. Но, опять же, ну, сказать, что это, да, он как бы вот, он выбрал вот это вот, из всех вариантов развития событий, он озвучил вот это предположение, да. Другие астрологи какие-то другие предположения там говорили о том, что будут там какие-то войны в каких-то странах, вот. Ну, то есть, очевидно, что там негативное положение, но как именно оно прольется, ну, потому что планеты, ну, планеты, они просто энергию определенную несут. То есть, Марс, у него нет какого-то слова, там, ну, не знаю, война в Ираке, там, да, он просто показывает какое-то противостояние, например, да, это определенное настроение просто. Там нет каких-то конкретных вот слов или конкретных стран. Просто астрологи, зная как бы настроение в каждой стране, каким-то образом предсказывают, да, что это планетарное влияние похоже, как говорят, Россия, например, под Сатурном говорят. Что в России очень сильное влияние Сатурна. Почему? Потому что Сатурн отвечает за скорбь, за такое вот серьезное настроение. Сатурн отвечает за пространство, холод, например, и у нас как-то вот страна такая вот холодная, холодная, большая, и вот в мире, я знаю, что про русских говорят, что мы такие вот все какие-то суровые, вот. Вот, и, ну, и вот говорят так, да, то есть Украина, насколько я знаю, говорят, что она под Венерой, например, под влиянием Венеры, и есть закономерность такая, что украинские, ну, говорят, украинские женщины красивые, это окей, ладно, но еще, что очень красиво поют именно, что как-то вот они красивее даже поют, чем, ну, это вот как бы так. Америка, например, очень сильно, там вот энергия Раху очень сильно развита, Раху отвечает за развитие индустрии, за вот делание денег из воздуха от какой-то вот просто вот деньги, вот непонятно, каким образом, почему, почему люди за это деньги платят, вот, вот так, ну, и так далее. И вот таким образом астрологи, они, ну, понимают, что, то есть, ну, как бы там вот такие сильные проявления. Можно также начертить карту отдельную для государства, то есть день, там, Конституции, когда там вот Конституцию создали, да, какие-то правила, то есть можно такие вот точки использовать. Также используют карту лидера страны, да, то есть лидера государства, можно начертить его карту, если информация известна, потому что не все они, на самом деле, в доступе, в открытом, почему-то скрывают. Тоже интересный такой момент. Вот, но смотрят, но нюанс такой, вот мы смотрим лидера страны, например, того же самого Дональда Трампа, ну, и очевидно, это известная карта, и когда он появился вообще, там, ну, я веду, вот, как уже лидер Соединенных Штатов, потому что это известная личность была всегда, но, когда он появился вот в своем, и это Мамплуа, конечно, сразу астрологи начали изучать его карту, и там все очень, очень энциклопедично, все очень красиво, прям видно, все действительно, вот какой он есть, такая, так в карте все и представлено. Но можем ли мы опираться на его карту и сказать, что именно от него зависит судьба Соединенных Штатов Америки? Или все-таки там очень много людей, которые тоже влияют, да? И мы этого до конца не знаем, даже если мы возьмем государство с какой-нибудь там, ну, сильной такой вот влиянием одной личности, скажем так, да, какая-то монархия, например, мы возьмем ее, но даже все равно до конца не знаем, а так ли силен этот монарх, что вот только вокруг него, или все-таки какие-то еще влияния есть, мы просто об этом не знаем. И поэтому усложняется предсказание по поводу всех стран. Ну, то есть не так легко, потому что если я общаюсь с человеком, консультирую человека, вот, это конкретная личность, я ему задаю конкретные вопросы, он мне говорит данные, если он меня обманул, то не совпадает просто. Вот он говорит, я смотрю, и я такой, ну, что-то не подходит. Говорю, ну, если эта карта верна, то у вас и перечисляют. Так ли это? Он говорит, нет, не так, этого не может быть. Ну, значит, это не ваши данные. Давайте попробуем другие данные. Но когда речь идет о странах, мы не можем это сделать. Например, да, ну, я имею в виду ковид, да, что коронавирус сейчас понизится и все такое, а почему-то рост только происходит. И я понимаю, что какая-то часть меня говорит, ну, да, может быть, действительно это так, потому что процесс запущен, а какая-то часть меня говорит, закончилась, а почему-то СМИ говорят, и статистика говорит, что все продолжается. И вот, ну, непонятно, как ты это проверишь. Я, конечно, могу выбрать какую-то сторону там, да, но проверить ты до конца не можешь. Поэтому мы можем только просто рассуждать на эту тему, потому что, окей, астрологические данные вот такие, но нам-то СМИ говорят другое, а СМИ управляют сознанием людей, и в итоге на решения, как бы, правительство могут влиять, да. Ну, то есть, поэтому на небе может быть так, может быть, реальные проблемы нет, а нас все равно закрывает. Вот какая ситуация может быть. Поэтому здесь сложно так, ну, на мой взгляд, сложно вот однозначно говорить.